Девятого и десятого июля на московском ипподроме были разыграны главные традиционные призы сезона. В воскресенье в начале дня состоялась церемония представления наездников-участников дерби. Можно поблагодарить организаторов за этот креативный ход. Зрители имели возможность поприветствовать главных действующих лиц. Замечу, что без головного убора на сцене был только Владимир Кондратюк. Что-то мне подсказывает, что на следующий год все участники подобной церемонии последуют к его примеру. Субботняя программа началась с розыгрыша вступительного открытого приза. Очевидным фаворитом значился Сансей Че под управлением Андрея Вилкина. Он и одержал легкую победу с рекордом приза 2 минуты 04,3. Похоже, в этом году есть реальный шанс впервые увидеть безминутную двухлетнюю лошадь, рожденную в России. Состав приза гильдейца был ровным. В первом гитте практически с места до места победил сын Бертолио Кабальера под управлением Ларисы Танишиной. Резвость победителя оказалась невысокой – 2 минуты 04,6. Видимо, участники решили отложить выявление победителя приза на второй гит. В субботу состоялся организованный усилиями неутомимый Аллы Михайловны Пузуновой чемпионат наездников России и Финляндии. В первом гитте выиграл фильм Ярко Хотори на Алмазном. Этот заезд был вторым в игре 6 побед, но уже после него живых билетов не осталось. Предсказать победы и Кабальера, и Алмазного не смог никто. Приз Павлина собрал 4 лошадей, рожденных за пределами нашей Родины. Основным претендентом на победу был находящийся в прекрасной форме Ярогановер. Под управлением Михаила Владимировича Козлова он без вопросов победил, показав неплохую резвость – 3 минуты 1,6. Это на 3 секунды хуже прошлогоднего рекорда Бу-Вояжа. Грустное настроение царило на московском ипподроме во время проведения приза памяти мастера-наездника Владислава Юрьевича Есина. Во втором гите приза гильдейца лошади бежали быстрее, чем в первом. Но и здесь резвости были далеки, подпоказанных теми же лошадьми 2 недели назад, в отборочных заездах. Зрители увидели драматический финиш. Лариса Витальевна Танишина проявила незаурядное мастерство и упорство, сумев на последних метрах дистанции выбраться из глухой коробки и победить. Итак, Кабальера выиграл приз гильдейца с резвостью 2 минуты 3,7 секунды. На второе место полями вышла соконюшеница Кабальера Аризона под управлением Илнура Фурамшина. Второй гид чемпионата наездников, как и первый, завершился победой Алмазного. На этот раз им управлял Иван Витальевич Серик. По итогам двух гитов российско-финским чемпионом стал Ярко Хортери, который до этого за свои 44 года одержал всего 2 победы. Главные события состоялись в воскресенье. Приз в честь советского биатлониста Тихонова был разыгран в заезде для лошадей 4 лет и старшего возраста. Выиграл победитель приза мира Макдональд Блю Чип под управлением Аванеса Никагасяна. Интересно, что Макдональд имел право стартовать в призе Павлина, но видимо наездник готовит его к более дорогим призам второй половины сезона. Дерби в этом году ожидалось с особым интересом. Состав был как никогда сильный и ровный. Выделялись три фаворита с практически равными шансами на победу. Это прошлогодний рекордист и победитель важнейших призов. Джекпот под управлением Владимира Кадрутюка, самая успешная лошадь первой половины сезона Харист, на котором выступал Райль Габрашидов, а также Локотской Манхэттен, установивший в отборочном заезде всероссийский рекорд 1.58.70. На Манхэттене ехал Андрей Вилкин. В роли пейсмейкера первого гита выступил саконюшенник Хариста Пекин Лок под управлением Геннадия Большакова. В спине у лидера держался Эппо Слок Кристина Соколова. Хавориты бежали с просветом сзади. В третьей четверти Владимир Кондратюк на джекпоте поравнялся с Пекином. А вот его основные соперники, к сожалению, не выдержали напряжения борьбы. Сначала сбился Харист, а затем и Манхэттен Лок. Пекин Лок в повороте ожидаемо встал. В итоге на финишной прямой любители бегов увидели борьбу за победу в гите между джекпотом и Эппосом Лок. Как и во дворочном заезде, джекпот опередил соперника. Он первый с резвостью с 2 минуты 0,0,8 секунды. Эппослок второй. Харист, восстановившийся после сбоя. Третий. Призе гибрида по записке выделялся Солмейк, который стабильно бегает в самых сильных компаниях, начиная с двухлетнего возраста. К сожалению, у этого шеребца непосредственно перед призом возникли ветеринарные проблемы. И многие считали, что он находится не в оптимальном состоянии. Тем не менее, Ярослав Владвин на Солмейке со старта возглавил бег. По дистанции его главным соперником оказалась Айнека Че под управлением Андрея Вилкина. Айнека навязала фавориту борьбу и в третьей четверти вышла вперед. В итоге Айнека Че в блестящем стиле с огромным отрывом победила, установив всероссийский рекорд. 2 минуты ровно. Солмейк удержался вторым, а Тиша Син – третье. Еще один приз, прочитав название которого, опытные посетители бегов безошибочно могли назвать победителя, был разыгран в шестом заезде. На этот раз свое 90-летие отмечал Шувашский конный завод. Естественно, победила лошадь, рожденная в этом заводе, под управлением на Ездика, много лет там проработавшего. Вместе с тем нельзя не отметить, что Кардамон, под управлением Валерия Петрова, был великолепен. Его секунды – 2 минуты 4,2, и особенно последние четверть, пройденная за 30,1 секунды, внушают уважение. Главным претендентом на победу приз элиты был форпост Лук, под управлением Александра Плессера. Его основными соперниками были также локацкие Донвар и Экватор. Со старта, как и ожидалось, повел Юрий Репин на веселом Роджере. Прошлогодний победитель приза элиты в этом году выступает неудачно, поэтому среди фаворитов он не числился. Веселый Роджер честно отводил большую часть дистанции, но на финиш издался. По бровке его обошел форпост Лук. Однако занять первое место в Гите Александру Плессеру не удалось. С дальних мест из безнадежной коробки выбрался молодой наездник, выступающий сейчас в Тамбове, Николай Матвеев, на экваторе Лук. Экватор смог пересечь финишный створ первым. На третье место подошел локацкой Алтай, веселый Роджер четвертый. Но опытным зрителям и специалистам было очевидно, что все это не более чем разминка перед решающим вторым Гитом. Резвость экватора 2 минуты 0.08 могла оказаться достаточной для победы в призе элиты только в том случае, если в ближайший час в Москве начался бы ливень, ураган, шторм или еще какой-нибудь катаклизм. Во втором Гите Дерби со старта резво повел Эпос Лук. Первая четверть 28,5 секунды. Как и в первом Гите, во второй половине дистанции к Эпосу приблизился джекпот. Харис держался третьим. Манхэттен бежал в конце. Видимо, все силы хребца ушли на установление рекорда в отборочном заезде. На финишную прямую вновь первого вышли Эпос Лук и джекпот. И вновь джекпот уверенно опередил соперника. Он первый. Резвый джекпот 1 минута 59,1 является новым рекордом Дерби. В борьбе за второе место Харисто опередил Эпоса. Третий гид был снят полностью. Итак, поздравляю Владимира Кондрутюка с его первым большим всероссийским призом. Джекпот принадлежит Яне Таракановской и рожден от американцев с приставкой «Ганновер». Пас Ганновера и Джастин Ганновер. Второй приз по итогам двух гидов достался Кристине Соколовой на Локарском Эпосе. Мои поздравления, молодой наезднице. Харис третий. Еще одна лошадь из конюшни Райли Габарашидова Пекин Лук заняла четвертое место. Нельзя не отметить пятый приз Михаила Владимировича Козлова на Ульяновской присяге. В девятом заезде для лошадей двух лет привезенная из Америки Лирикс оф Лав под управлением Андрея Вилкина победила с резвостью 2 минуты 6,4 секунды. Ненамного от победительницы отстало чувашеское обещание РМ. Во втором гиде приза гибрида вновь убедительную победу одержала Айнека Че под управлением Андрея Вилкина. Она еще раз обновила всероссийский рекорд. Теперь для кобыл трех лет он составляет 1 минуту 58,8 секунды. Браво, Андрей Вилкин! Пожалуй, самый успешный наездник московского ипподрома последние два года. На втором месте финишировал локотской Висбург под управлением молодого наездника Руслана Киселева. Его резвость 1 минута 59,3. Второй год подряд трехлетки Руслана выбегают из двух минут. Будем надеяться, что у Руслана Киселева на Висбурге ЛОК будет возможность принять участие в дерби 2017. Третье место у Николая Матвеева на граммофоне, который опередил на полголовы Корсиканца под управлением Дениса Николина. Резвость обеих лошадей 2 минуты ровно. Вот такой резвый получился розыгрыш приза гибрида. В предпоследнем заезде дня счастливый дербист Владимир Кондратюк ехал на финской кобыле Винд Крейдл. Винд Крейдл приняла за 28,1 секунды. В итоге финка победила с прекрасной резвостью 1 минута 59,2. Интересно будет посмотреть на очное соперничество Айнеки Че и Винд Крейдл. Завершился день убедительной победы Александра Плессера на форпосте Лок. Наездник уверенно принял старт, водил по всей дистанции и с большим просветом финишировал первым. Трезвость форпоста Лока 1 минута 58,7, что на секунду тише его же всероссийского рекорда. Но в призе элиты рекорды бьются редко. Здесь главное первое место. От души поздравляю мастера с этой заслуженной победой. Особенно рад за форпоста, успехи которого всегда отмечались на сайте Обигар. В свое время я даже называл его теневым тербистом. Второе место в призе элиты заняла Лариса Танишина на Тонваре Лок. Александр Несяев на Диаманте третий. Четыре из пяти платных мест заняли лошади, рожденные в Локовском кодовом заводе.